МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, чтобы расслабиться и восстановить свои силы после тяжелого, напряженного рабочего дня, нужно сходить на чайную церемонию. Мы решили проверить этот самый популярный метод релаксации. И сегодня мы приехали не в клуб и не в ресторан, а в обычную ростовскую квартиру. Привет! Ну что, привет! Привет! Вы нас, наверное, долго ждали. Ну, конечно. Сегодня мы с тобой будем узнавать, где же в Ростове самый вкусный чай. Конечно. Ну где же еще, как не дома, можно попробовать самый вкусный чай? А вкусным он будет, если его правильно сделать. Раньше любимым напитком на Руси был отвар из темных ароматных листьев кипрея. Первые производители готовили его в селе Копорье, нынешней Псковской области, поэтому и называли его Копорским. И это был первый русский чай. Чтобы его приготовить, траву и ванчай собирали в середине лета. Около 20 часов в сухом, темном месте листья просушивали. И на пару суток ставили их в тепло в широкой эмалированной посуде. За это время происходило окисление выделенного клеточного сока с потемнением, и зеленый чай становился черным, а затем трава сушилась в русской печи. И только после всех этих процедур чай можно было заваривать. Со временем появилось большое разнообразие чайных напитков. Ну и поменялись разве что приборы. Самовары заменили электрические чайники, а блюдца сменили на кружки. И только технология осталась та же. Наш специальный эксперт, занимающийся более пяти лет изучением традиций чаепития, создал свой микс методов заваривания чая, используя опыт из разных зарубежных культур. Поэтому сегодня мы приехали к Руслану Нуралиеву, чтобы узнать секреты идеального чая. Сегодня мы в гостях у чайного человека Руслана Хао. Руслан! Привет! Привет! Ну что, к тебе я ехала и представляла, что ты мне дашь какую-то специальную одежду. Мы будем сидеть на полу, и будут совершенно какие-то необычайные церемонии чайные. Но мы с тобой... На кухне расстелились, да. Рассказывай, чем ты мне сегодня будешь удивлять? Чаем, потому что заваривать я буду один из любимых своих чаев. И тут мне надо задавать вопрос, какой мой любимый. У меня нет любимого чая. Один из любимых чаев – это тайваньский улун, который называется Дундин. Улун с морозного пика. Есть на острове Тайвань такая местность. Как лучше заварить чай, в чем заварить, да, и что это здесь все понаставил, всяких штук разных волшебных, да? Да. Вообще, а что самое главное, когда ты готовишься заваривать чай? Ну, я отвечу стандартной фразой, но просто умнее, и правильнее ее никто не придумал. Для того, чтобы правильно заварить чай, нужно, чтобы у тебя был хороший чай, хорошая вода. Ну, как бы, а дальнейшее все это, можно сказать, что все-таки опционально. В 2012 году, когда один из моих друзей познакомил меня с китайским чаем в одном из чайных клубов Ростова, которые функционируют и поныне, и тогда это было, ну, в первую очередь, как и многое, что ты видишь, что-то новое, привнесенное в мою жизнь. Я просто понял, что по себе с чаю, который есть там в Ростове большинство, я попробовал, и мне захотелось чего-то нового. Тогда начали открываться первый интернет, мы не начали, уже существовали, активно работали в Москве, в Санкт-Петербурге. Первый интернет-магазин чайный, и я стал заказывать чай там. И буквально через полгода попробовал за полгода в два раза больше, чем выпил за предыдущие несколько лет, познакомился с некоторыми чайными людьми в интернете, там, каких-то вступил в какие-то паблики, начал с кем-то общаться. Забегая вперед, скажу, что сейчас, ну, как минимум в десяти крупных городах России у меня есть знакомые, которым просто можно там сесть на самолет, прилететь, вот, на тему сесть, чаю попить, посидеть, пообщаться. Множились банки с чаями, множились чайные девайсы на радость, в кавычках, жене, потому что это все занимало полки, тратилось деньги, причем непонятно было, это хобби ли это, может, это завтра закончится, может, мне завтра надоест. И в какой-то момент я ушел с работы, я очень много лет работал в продажах, я развернулся и сказал, что теперь я буду заниматься только чаем. Я нашел общий язык многими людьми, проконсультировался по ряду вопросов, никто из них не чайный мастера, многие из них просто так же и пьют чай, и там имеют дома большой или малый шкаф с чаем, или несколько шкафов с чаем. И все мы делимся между собой опытом и общаемся. Это невозможно научиться, это не мастерство, это можно научиться только самому, слушая себя и слушая то, что ты пьешь. Пока мы с тобой разговаривали, пока ты мне рассказывал о себе, ты из одного чайника перелил в маленький чайник, потом перелил в вот такую стеклянную чашечку, и только потом в кружечки. И это еще при всем при этом, то, что я все это перелил, это еще не чай, а просто кипяток. Вот. Да. Ну, расскажи, а почему ты это делаешь? Конечно, смотри, в первую очередь, начну не с самого начала, как происходит заваривание чая, а со второй буквально стадии, но не важно. Это прогреть посуду, это одно из важных моментов. То есть посуда для того, чтобы заваривать чай, должна быть горячая. Причина этого не заатерична, а простая и банальная. Если посуда будет холодной, ты в нее нальешь кипяток, засыпешь в холодном чай, нальешь кипяток, температура резко упадет. Чай не заварится, ну, точнее, заварится, но заварится не так вкусно, как можно. То есть всю посуду стоит прогреть. Вот это вот сосуд называется чихай, есть у него к нему красивая русская интерпретация сливник, потому что из него сливают чай по разным чашкам. Иногда его называют китайским флором гундао бэй, чаша справедливости. Суть его в том, что если взять чайничек, просто мы заварим в нем, и с помощью него разольем по каждой чашке чай, в первую, в вторую, в третью, в четвертую. В первой чашке будет самый слабый, а в четвертой самый крепкий. Почему? Потому что даже той разницы в 10 секунд, которая будет между первым и вторым, четвертым сливом, хватит для того, чтобы чай заварился крепче. То есть чай китайский заваривается довольно-таки быстро. А когда ты его весь сразу сливаешь сюда, он перемешивается, и получается одинаковой крепостью. В этом и справедливость, что каждый пьет чай одинаково. То есть эта вещь, она утилитарна, в ней нет никакого там эзотерического смысла, она практична. Вдобавок, есть еще один такой нюанс, при переливании в нее чай чуть-чуть остывает. То есть пить его уже приятно. Ну и, естественно, разлил кипяток и прогрел чайник. Вот. И, собственно говоря, по чаю, чаще всего чай перекладывают. Есть предмет, называемый чахай, или чайная коробочка, в которой чай укладывается и вкушается его аромат, нужно сказать. Для этого чая нужно чуть согреть дыханием. И такой, знаешь, банальный момент наступает, что когда ты периодически смотришь за людьми, которым где-то показали, которые берут это, вот это вот согреть дыханием, оно у всех по-разному понимается. Кто-то на него прямо вот дышит так страшно, что сейчас он сдует. Кто-то еле-еле дышит. Ну, есть очень хороший пример, то есть на него нужно просто выдохнуть, как будто ты согреваешь руки, холодная осень. То есть вот она форма, видишь, как раз порыдет, то есть просто выдыхаешь и нюхаешь, чем он пахнет. Я тоже могу так сделать? Ты так должна сделать. А с каждым вдохом-выдохом он больше раскрывается. Ну, там, три-пять раз. Просто попробуй, да, спокойно понюхать его, и все. Медленно и спокойно. Приятная зелень. Приятная зелень? Да. Круто. Запах какой-то такой, даже дровы. А нету какого-нибудь печеного, допустим, запаха? Ну, я бы так не сказала. Ну, вот видишь, вот. А мне пахнет чем-то запеченным. Мы все смотрим на чай через призму своего не восприятия, как обычно, а опыта. То есть, простой пример. Ты какой-то продукт кушала или пила, а я никогда не пью. То есть, я там не пью, не ел голубику, а кто-то ее там объедался, жил в Сибири. И он говорит, слушай, вот так чай пахнет голубикой. А я не могу это никак сопоставить, потому что мне он голубикой не пахнет, в моей жизни ее не было. И так далее, и тому подобное. Поэтому, когда ты читаешь описание на чай, и потом его часто покупаешь, и такой, ну, нет, он не пахнет этим. Что за фигня, меня обманули. Это очень субъективные вещи. Следующая стадия при заварке будет то, что чай перекладывается в прогреты. Мы же его сполоснули кипятком чайник. То есть, опять же, как ты это делаешь, это не важно. То есть, у меня есть такая палочка, которая вообще используется для заварки японского чая. Мне она нравится. Тут у чая возникает второй аромат. Потому что, так как чайник прогретый, стоит немного его встряхнуть. Причем, неважно, глиняный ли это чайник, фарфоровый, керамический, большой чайник, стеклянный из Икеи или бабушкин фарфоровый сервиз. Не надо перевязываться к девайсу. Стоит это базовый набор для заварки чая не дурако, потому что самый базовый предмет, который есть для заварки чая, это вот такой. Называется он гайвани. Технически из себя представляет просто чашку с крышкой. Как я уже тебе рассказывал до того, как мы начали снимать, что крышка имеет важную функцию. То есть, если бы это была просто чашка, это был бы банальный предмет. А крышка, она помогает сохранить аромат и в том числе как раз-таки заварить чай. Потому что процесс выглядит примерно так еще. Сделаю сразу два действия, чтобы воспользоваться. Мы промоем чай. Чай промывают кипятком, заливают горячей водой первую заварку. И, естественно, скорее всего, ты можешь спросить, а сливают ли первую заварку, потому что это 100%. Ну, заварку первую сливают не всегда, я уже про это рассказывал. Есть очень тонкие, просто есть очень тонкие сорта чая, которые сделали с очень нежного сырья, которые завариваются моментально. И сливать в них первую заварку потеряет часть вкуса и аромата. Вообще, изначально заварка придумана была якобы для того, чтобы смыть грязь. Там какую-то пыль с чая, якобы он на полу валяется, ногами по нему ходят в грязные мешки, собирают. Ну, это все глупости, потому что он не грязнее любого продукта, который ты покупаешь, рассыпного на рынке. Это такой же как бы сельскохозяйственный продукт. И основная цель для того, чтобы промыть чай, это дать ему раскрыться. То есть ты его промышь горячей водой, чайный лист раскрывается. Потому что, как ты видела, чай скручен, чайный лист в маленькие такие аккуратные комочки. Если его просто залить и через 5 секунд слить, ну, мы попьем просто теплую водичку. Держать я прощу вот так, двумя пальцами придерживаться крышкой. И сливаешь или сразу в чашку. То есть не обязательно даже иметь такой сосуд. Ты можешь сливать просто в свою кружку, с которой ты пьешь чай. Важно то, что она позволяет заваривать чай проливом. Этот метод называется там пинча, пробование чая. То есть заваривание чаем проливом в том, что довольно-таки большое количество заварки, которое можно заварить на несколько человек, заваривается в маленьком объеме воды и заваривается несколько раз. Потому что каждая заварка вымывает с чая дополнительные вкусовые и ароматические вещества. И чаепитие состоит из нескольких таких вот заварок, сейших. Любой из этих видов чая можно заварить дома в кружке, просто взяв хорошую воду, взяв количество чая. Если из дома весы, ну для начала всегда проще отмеривать, чем делать на глаз. То количество на обычную там стандартную кружку, там 3-5 грамм чая хватит с головой для того, чтобы получить там 250 миллилитров вкусного крепкого чая. Какого-то меньше, какого-то больше. Но это все подбирается опытным путем. Но я-то могу дать такой совет, что всегда проще начать с малого, да, положить меньшее количество и заварить его водой. Просто некоторые чаи лучше заваривать белые, желтые и зеленые чаи, лучше заваривать температурой чуть более низкой, чем кипяток. То есть как сделать температуру более низкой, чем кипяток? Просто кипятить воду, перелить ее в какую-нибудь там, да, остудить. Ну, грубо говоря, есть такая там вот очень усредненная формула, потому что зависит от того, какая температура в квартире и, ну, там, какой чайник, какая вода. За 5-7 минут вода остывает за 7, грубо говоря, минут до температуры, которой, в принципе, можно заваривать там тонкие виды чая, белый, желтый, зеленый. Потому что если их заварить кипятком, они просто будут горькие. Чаю-то, собственно говоря, и выпьем. Вот, по вопросу того, как пить, ну, чаем очень сложно обжечься. Да, и вот это, кстати, очень правильно делается, потому что чайный настой сам по себе имеет еще один аромат. То есть, заметь, мы и пить, да, и 7 минут не пьем, а чай уже 3 аромата сменил. Как? Правильно пить? Да. Ну, вот смотри, как бы, есть такая тема, но это больше детестерский метод, а у нас это за плохое воспитание. Если ты чуть-чуть чай, так сказать, прихлебываешь, или, как говорят, срастуешь, сёрбаешь, это абсолютно нормально, потому что это физиологически очень правильный процесс. Когда ты делаешь вот так, чай больше по ротовой полости распределяется, задействуется больше вкусовых рецепторов, и банально ты с чаем втягиваешь воздух, и он, естественно, становится холоднее. Ну, и так как ты, девушка, если тебе так не хочется делать, ну, в общем, в этом ничего такого нет. Ну, знаешь, дома можно так сделать, в ресторане не сделаешь. Ради бога, в ресторане не сделаешь, но если ты так не делаешь, то, опять же, это не постулат и не какая-то истинная первая инстанция. Его можно просто выпить, и всё. Аромат четвёртый вот здесь. Знаешь, немного... Вот здесь уже очень слабо чувствуется, но вот он сохранился. Очень похож на тот обычный чёрный чай, но в нём есть... Ну, вот как мне первый раз показалось, первый раз, когда мы с тобой нюхли, о лу, мне показалось ощущение зелёной травы. Весной пахнет свежестью. Вот что это такое? Почему свежесть? Потому что этот чай, по своей сути, довольно-таки низкого окисления. Ну, там, допустим, 30%. Я не технолог, понятия не имею сходу, не точно. Но в финальной стадии его приготовления есть прогрев, ну, грубо говоря, просушка на древесных углях. То есть, ну, вот так дают. И это даёт ему более тёмный цвет настоя. И то есть ты пьёшь, он, ты говоришь, как тёмный чай, да? Потому что в нём есть вот это вот... От высокой температуры, от прогрева, какая-то более насыщенность, вкусная яркость. Ну, а зелень, потому что, по своей сути, чай, ну, не сильно окисленный. И это только один момент одного чая, одной технологии. Наслаждение вкусом и ароматом, такой гедонизм гастрономический. Это редкость. А это, в первую очередь, вкус и аромат. То есть ты воспитываешь своё чувство вкуса, аромата. Это наслаждение, это приятный аромат этого вкуса. Это концентрация. Потому что, если говорить о каких-то воздействиях чая, о которых написаны уже тысячи постов в сети и перетёрто миллионы часов в беседах, прёт ли чай, что это, для чего это, есть ли этот эффект, чай в любом случае воздействует на тебя. Ну что, а это была программа «Где в Ростове» и её ведущая Юлия Носова. Редактор субтитров А.Семкин